Первый вопрос в повестке заседания Комитета Думы по городскому хозяйству – наружное уличное освещение. В 2020 году был заключен контракт на сумму 5 миллионов 530 тысяч рублей. На эти средства провели ревизию 480 светильников, замену 140 ламп в существующих, 139 заменили полностью. Также в сумму контракта включена замена и ремонт электросетей. Кроме этого была отдельно выделена сумма 1 миллион 668 тысяч рублей. Эти средства были потрачены на ремонт светильников частного сектора и дворовых территорий. В настоящее время заключен контракт и на 2021 год. Контрактом предусмотрено выполнение работ следующих. Ревизия светильников, замена ламп в существующих светильниках 970 штук, замена устаревших светильников 110 штук, замена СИП 3,4 километра. Ну и естественно, также контрактом, техническим заданием предусмотрено выполнение работ по устранению повреждений электросетей, светительной аппаратуры, оборудование, настройки таймеров, включения и включения светильников наружного освещения. Еще один вопрос повестки – бродячие животные, которые представляют угрозу для полевчан. Причем речь идет не только о собаках. Кусаются и другие животные – козы, коровы. Депутаты обозначили проблему, что жители города довольно часто оставляют без присмотра домашних животных. Конечно, на улицах есть и бездомные собаки, отлавливать которых сегодня необходимо. Здесь ситуация следующая. В прошлый год для нас с той организацией, которая выполняла контракт по отлову о содержании собак, оказался неудачным. В середине года мы были вынуждены инициировать процедуру расторжения контракта, потому что организация категорически не исполняла свои обязательства. И мы это делали. Мы это сделали в конце октября месяца. Соответственно, до конца 2020 года мы не выполняли функцию. Да что греха таить, мы и раньше, по сути, ее перестали выполнять. А в начале года, уже в новом бюджетном годе, мы по новой организовали проведение конкурса, который должен закончиться в конце февраля месяца. И мы должны уже качественно выполнять, надеемся, что качественно вместе с подрядной организацией выполнять услуги по отлову, содержанию собак. Волнует депутатов Думы и вопрос покупки очистных сооружений Южной части ООО «Чистая вода». Безусловно, если этот комплекс будет на балансе муниципалитета, то услуга будет осуществляться значительно качественнее. В настоящее время ведется оценка очистных для того, чтобы уже выйти на сделку. Планируется, что данный объект будет эксплуатировать МУП ПСК. Председатель комитета Думы по городскому хозяйству Игорь Кулбаев выразил беспокойство по поводу того, а справится ли ПСК с этой задачей, учитывая текущее финансовое положение организации. Надо понимать, что приобретение очистных сооружений, в том числе у «Чистой воды», ведет к тому, что «Чистая вода» становится платежеспособным организацией, которая должна будет по решению суда рассчитаться с ПСК. Это не много, не мало 30 миллионов рублей. Таким образом, значит, задолженность предприятия уменьшается на 30 миллионов рублей. Если предприятие добросовестно занимается водоотведением на протяжении уже 2,5 лет, при этом ни копейки за водоотведение не получало, то это заканчивается с моментом получения собственности очистных сооружений. И финансовые потоки уже идут, соответственно, через ПСК. И ПСК контролирует этот процесс, поэтому это нормально, абсолютно. Главное, чтобы потом не возникло проблем по взысканию этих 30 миллионов сооружений «Чистая вода». Но это уже, как говорится, совсем другая история. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости 11 канала.